Всем привет! Беразумов Игорь. И сегодня я расскажу про экшен в фотошопе. По-русски это операции. Они находятся в палитре экшен. Палитру мы можем вызвать из Windows, поставив галочку экшен. Многие боятся использовать экшены, не используют и уж тем более сами не записывают экшены. Сегодня мы разберем, что это такое, зачем они нам нужны и как они нам помогают в работе. Чтобы было понятно, зачем нам нужны экшены, мы все это посмотрим на примере. Предположим, у нас есть такое изображение и таких изображений у нас очень много и нам нужно уменьшить их до определенного размера, и поместить на сайт. На сайте, предположим, у нас такие изображения помещаются с размером 850 пикселей по широкой стороне. И вот у нас таких изображений 40 штук и каждое нам нужно уменьшать до размера 850 пикселей. Что нам нужно сделать? Нам нужно идти в изображение, Image Sides, устанавливать здесь 850, нажимать ОК и тогда только у нас изображение уменьшится. Все это можно, всю эту рутину, можно избежать с помощью экшенов. Посмотрим, как это можно сделать. Чтобы записать новый экшен, нам нужно перейти из кнопочного представления экшенов к представлению в виде дерева. Нажимаем в правом верхнем углу, Button Mode и у нас, снимаем здесь галочку и попадаем вот в такой вид меню экшенов. Теперь нажимаем кнопочку, нажимаем New Action. Мы будем записывать новый экшен. Присваиваем этому новому экшену имя, назовем его, например, размер. 850 пикселей. Находиться он будет у нас в папке Разумов 1. Вы можете поместить его в любую другую папку. Вот здесь мы можем присвоить горячую клавишу для нашего экшена, но у нас будет кнопочное представление. На мой взгляд, кнопки нажимать удобнее и можем присвоить какой-то цвет нашей кнопки. Присвоим фиолетовый. Все, мы подготовились к записи нашего экшена и теперь мы начинаем его записывать. Мы можем записывать его сколько угодно времени, то есть это не как запись видеоролика. Будем ли мы его записывать в минуту, будем ли мы его записывать две минуты. Выполняться он будет в миллисекундах, поэтому мы можем при записи делать паузы, обдумывать следующие шаги. Никак на быстроте действия в дальнейшем экшена это не отразится. Нажимаем рекорд, запись и начинаем работать. Для начала мы уменьшим наше изображение до 850 пикселей. Нажимаем имидж, имидж сайдс, размер изображения и делаем ему 850 пикселей по широкой стороне. Здесь вот я поставлю smooth градиент, чтобы красиво сжимались градиенты, пишу окей. Изображение у нас уменьшилось, но на сайт, для сайта его лучше сделать немножко порезче, поэтому мы делаем дополнительный слой. Идем в имидж, делаем его обесцвеченную dissaturate и применяем фильтр other height path. Здесь мы поставим где-то пол пикселя, то есть мы видим небольшой контур нашего изображения, этого нам достаточно, окей. И меняем режим наложения на overlay, на перекрытие. Если посмотреть теперь, то видно, что мы достаточно сильно повысили резкость этого изображения. То есть мы можем даже еще сильнее повысить его, но так как в два раза повышена резкость уже чрезмерно, то у второго слоя мы его пасите, то есть прозрачность уменьшим до 40 процентов. Итак, что мы сделали? Мы подготовили наше изображение для помещения на сайт. Мы уменьшили его до 800 пикселей по широкой стороне и мы увеличили резкость изображение, которое мы будем помещать на сайт с помощью двух операций. Сначала мы изображение обесцветили, а потом применили фильтр high pass. Мы произвели достаточно большую работу, которая занимает достаточно много времени. Мы работу над изображением закончили. Теперь мы можем сделать стоп на записи нашего, экшеном и посмотреть, как он будет работать. Мы перейдем в кнопочный режим, в этом вот ставим здесь галочку и вот мы видим, что у нас появился наш экшен в размер 850 пикселей. Посмотрим, как он работает на каком-нибудь другом изображении. Откроем, например, вот это изображение. Оно у нас по размеру 4200. И теперь применим к нему наш экшен. Моментально сработал он. Мы видим, что размер его стал имидж сайт 850 пикселей. И наш экшен также добавил два слоя резкости к этому изображению. Вот для чего нужны экшены. Мы можем записать любую последовательность действия, которая нам нужна в той или иной работе и с помощью этих экшенов очень здорово ускорять себе работу. В сети очень много ходит экшенов различных. Кто-то разрабатывает целые палитры с экшенами. Их можно загрузить. Для этого нам нужно перейти в контекстное меню, нажать на кнопку Load Action, найти на компьютере ту папку, где мы загрузили чужой экшен и, нажав на него Load, загрузить его в нашу палитру. После того, как мы нажмем вот этот вот экшен и найдем на компьютере тот экшен, который нам нужно загрузить, он появится в виде кнопок дополнительных вот в этой палитре. Мы записали экшен, который меняет для всех фотографии размер по ширине 850 пикселей. Как быть, если мы хотим у разных фотографий, чтобы была разная ширина, но при этом использовать наш экшен, чтобы он повышал также резкость фотографии. Сейчас мы это сделаем. То есть откроем новую фотографию. И нам нужно сделать так, чтобы Photoshop каждый раз спрашивал нас, какой размер по ширине мы будем устанавливать. Для этого мы перейдем в древовидное представление нашего экшена, находим наш экшен размер и напротив той операции, где нам нужно, чтобы нас Photoshop спрашивал, ставим в квадратики вот такую отметку. Запускаем экшен и Photoshop тут же спрашивает нас, какой размер по ширине нам нужно выбрать. Выбираем размер, например, 1200 пикселей. Ок. Он отрабатывает размер и также повышает резкость у нашей фотографии. Предположим, что нам теперь нужно изменить наш экшен так, чтобы у нас все фотографии были, например, 900 пикселей. Опять переходим в древовидный режим. Во-первых, мы можем изменить имя самому экшену. Дважды кликаем и меняем вот здесь вот имя. Теперь он у нас будет 900 пикселей. Теперь мы не будем каждый раз, не хотим, чтобы Photoshop каждый раз нас спрашивал, а просто хотим изменить размер нашей фотографии. Мы дважды кликаем вот на этом размере. Здесь выводим 900. Пишем ОК. И снимаем галочку, которая заставляет Photoshop спрашивать нас каждый раз о размере. Теперь мы видим, что у нас имя нашего экшена поменялось. Теперь оно размер 900. И размер этих файлов будет 900. Посмотрим, как он будет работать. Вернемся по истории к открытию фотографии нашей. Посмотрим, какой у него был изначально размер. У него был размер изначально 3500 пикселей. ОК. И теперь применим наш экшен. Его размер стал 900 пикселей. ОК. И экшен также повысил резкость наших фотографий. Теперь вы понимаете принцип работы экшенов. Как можно менять экшены. Как можно менять в них различные установки. И можете писать любые экшены под себя. Экшены ускоряют обработку фотографий в разы. Это очень полезная функция. Используйте их. Применяйте. Всем привет. Это был Разумов Игорь.